всем привет вот и закончился второй сезон и разработчики подготовили для нас продолжение это третий сезон третий сезон называется вечная смерть и у него есть небольшая предыстория а предыстория такова что секта стремится убить всех выживших согласно учению их лидера тобиаса блэка люди должны перейти на новую ступень и валюте стать ходячими то без black ведет свою армию верующих планируя отравить всю воду и пищу и таким образом превратить выживших ходячих цель этого сезона такая же как и цель второго сезона то есть заработать очки процветания сезона захватывая стояки грузовиков химсклады химзаводы заводы переработки и наконец крематорий в рейтинге побеждает тот у кого больше всего процветания сезона рейтинг рассчитывается в определенное время перед окончанием сезона что можно сказать про карту 3 сезона что она такая же как и карта 2 сезона то есть ничего нового мы тут не видим по процветанию сезона опять таки все то же самое что и во втором сезоне за исключением того что сообщество начинается с 11 до 15 а вот по наградам сезона есть уже небольшие так скажем отличие отличие заключается в том что это будет новый вид ратуши он будет похож на крематорий также будет дополнительно новая рамка победители третьего сезона будут 150 фрагментов нигана также будет 150 шляп во втором сезоне их было 100 в этот раз на 50 больше также дальние радио ключи и ресурсы также как мы видим мы будем бороться против 7 регионов во втором сезоне это было мы боролись против 3 регионов также у нас будут хроники 3 сезона но это все те же самые хроники которые были во втором сезоне то есть ничего нового не будет также у нас будет если мы зайдем рейтинг и за наградами то мы видим что также награды не только победителей но и кланов которые завоевали топ-10 рейтинга процветания по окончанию сезона тоже награды будут больше чем в прошлом сезоне но это как бы нормально потому что задача становится в два раза сложнее чем во втором сезоне также у нас будут задания чтобы получать очки благодарности они будут делиться на три типа на личные на клановые также региональные и за каждый из этих полученных очков вы будете получать определенные награды если попадете в рейтинг как вы видите с 1 по 500 место кто попадет в рейтинг личной благодарности получит призы по окончанию сезона также клановый рейтинг также региональный рейтинг а что же нового у нас есть еще в третьем сезоне а новое то что у нас в лавке выжившего есть новые предложения по случаю начала третьего сезона они действуют в течение первой недели до открытия карты как видите тут у нас есть разные видны пакетов которые каждый приобрести также до начала до открытия карты у нас как всегда есть события это растущее напряжение и тут игроки в течение недели также не то что игроки а сервера борются друг с другом за то чтобы иметь баф перед началом сезона то есть этот баф будет длиться весь сезон и как мы видим с 1 по 8 место существуют бафы но как бы для первого второго третьего места они существенные а уже бафа для 6 7 8 место они не такие уж и существенные а также в событии растущие напряжение есть свой рейтинг рейтинг состоит из двух частей для игроков которые разрушают и для игроков которые строят если мы посмотрим для рейтинг для тех кто разрушает то за с первого по 100 место есть награды также для рейтинга строительства также с первого по 100 место тоже есть награды то есть участники которые активно себя проявляют в этом событии если они попадут в рейтинг то они получат награды что в итоге можно сказать про третий сезон третий сезон должен быть интереснее чем второй как минимум из-за того что в этом в этот раз на карте будут участвовать 8 регионов это очень большое количество кланов а также игроков всем спасибо всем пока пока